Итак, книга Экклесиаста или Проповедника, 2 глава 17 стиха. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все это суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. Но и это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, а должен оставить себя человеку, не трудившимся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби, и все труды его беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это тоже суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И видел я, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание, и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы потом отдать доброму перед лицом Божьим. И это все суета и томление духа. Так нужно ли вообще работать, трудиться, стремиться к каким-то результатам в своем труде? А вообще, что такое работа? Вот как мы понимаем слово работа? Что это такое? Зарабатывание денег. Зарабатывание денег. Еще. Брюмопровождение. Еще. То есть трудовая деятельность какая-то. Наверное, средства существования. Это продукты питания. Ну это опять зарабатывание денег. А при этом доход, который должен давать? Реализация. Реализация себя. Одна, так другая. Не другая, а так третья. То есть какая-то деятельность, да? Деятельность, да. Производство какой-либо деятельности. Обучение. То есть приобретение профессии, может быть, даже, да? Тоже можно сказать так. Реализация себя. А скажите, а вот может ли, скажем, совпадать или не совпадать? Такие вещи. Давай сначала посмотрим. Вот если мы будем рассуждать над словом работа именно с точки зрения дохода, тогда получается, женщина, которая сидит дома с ребенком. Сидит дома. Никогда не говори так. Находится дома с детьми, то сидит. Вот это меня все время просто выручает. Она ничего не делает. Слушай, помыла полы и сиди отдыхай. Да, сиди, да. Постирала белье и сиди отдыхай. Приготовила еду и сиди отдыхай. В общем, женщина, которая находится дома с детьми, получается, она не работает, она же не получает деньги за свою труд? Ну, не работает, конечно. Она? Безработная. Она лодырь. Сейчас оплачу. Нет, она не лодырь, но она не ходит на работу. Ну, то есть с точки зрения, с точки зрения зарабатывания денег. Она не зарабатывает. Это не работа, но с другой стороны, она... Она безработная. Она вколует, как ломовая лошадь. Но она работает. Но дохода-то нет никакого. Или, например, художник, чьи картины не покупает. дохода нет никакого тоже не работает не да если мы если мы рассматриваем с точки зрения дохода то он не работает так же как и это женщина которая сидит с детьми если она конечно не няня которая устроилась за деньги то она тоже не работа же не работа получается хотя мы понимаем что люди работают не в точки зрения дохода на не работе вы работу сводите к данным доход не если мы с этой позиции рассматриваю но давайте посмотрим работу с точки зрения трудовой деятельности вот человек занимается каким-то какой-то деятельностью в это время получается смотрите с точки зрения трудовой деятельности и художник работает хоть не получает денег и женщина работает хоть не получает денег А с точки зрения профессии, давайте посмотрим. Вот художник с точки зрения профессии реализует свою профессию, значит, работает, хоть денег не получает. А женщина с точки зрения профессии, скажем, она пусть учительница, но она сидит дома. Получается, реализует только трудовую деятельность как домохозяйка. Причем за это не получает денег. Например, певец Меладзе, он знаете, кто по профессии? Кто? Ну-ка, скажите нам. Он получил диплом инженера. Это кто? Меладзе. Валерия Меладзе. Он инженер, конструктор, но мы его знаем как кого? Как певец Меладзе. А совсем недавно он выступал по телевидению и сказал, вы знаете, вот моя сейчас профессия, мой доход, моя специальность, которую я сейчас занимаюсь, ну, пою песни. Я не могу это оставить детям, потому что у меня сын, ну, не поет. И он стал банкиром. Поэтому он открыл банк. И сейчас он председатель правления банка, там, дает кредиты, ведет операциональную... Ну, давайте посмотрим, где его работа. Его работа он инженер, его работа он певец или его работа он банкир? Ну, что деньги приносит, то и работа. Опять мы смотрим с точки зрения дохода. Опять, вот мы, вот как вот у нас вот такое мышление, уже, знаете, такое, ну, как стагнация идет, да? Вот работа только то, что дает деньги. Кто не приносит деньги, это хобби. Есть такое слово, хобби. А я не люблю быть способны, но я ее мою, я терпеть не могу быть способны. Но когда я ее мою, это моя работа. Мне кажется, что если работа совпадает с твоим хобби, то это великолепно. Давайте рассмотрим такой вопрос. Служение Богу может быть работой или нет? Конечно, безусловно. А как вы к этому относитесь? Нормально. Это труд, конечно, на Богу. Так, представляете, получать деньги за то, что ты работаешь на Бога? Так Павел сказал об этом. Да. Понимаете, мы с вами пришли, как раз вот Саша эту мысль как бы начал, и мы с вами ее продолжили. Вообще, большое счастье, если служение, призвание, профессия и получение денег все в одном. Вообще, вот если человек это имеет в жизни, это счастье, согласитесь. Конечно. Когда все в одном. Но мы с вами знаем, что иногда это все дело разграничивается, рассекается. Одно дает деньги, а в другом месте мы несем служение. А профессия вообще в третьем, а призвание вообще в четвертом. И действительно, и в таком случае мы чувствуем неудовлетворенность. И вот чем, как правило, люди недовлетворены? Тем, что все это в разных местах. Во-первых, несовпадение личностных интересов. Еще чем может быть недовлетворены? Результатом, возможно. Результатом. Еще. Денег мало, да? Денег мало. Еще. Как правило, начальники бывают? Не те. Не те. Но тем, что не нравится просто нам. Просто не нравится работа. Не нравится? Да. Чем занимается? Да. Хотя это дает деньги. Да. То есть, понимаете? То есть, работа, вот это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Это вот то, что как раз Экклесиаст сказал. Суета-суета. Ну, смотрите, он опять все говорит под солнцем. Так, это не нет, а? Так, хотим вам одну сказку прочитать. Мультика, к сожалению, еще такого не сделали. Надеемся, что когда-нибудь сделают. Мультик на эту тему, по этой сказке. Правда и Кривда. Так зовут двух братьев, которые живут рядом и крестьянствуют. Хозяйство Кривды процветает. Правда же еле-еле сводит концы с концами. Плуг у правды не пашет. Сруб разваливается. Мельница не мелет. А преуспевающая Кривда как раз за разом пытается убедить брата, что все его хозяйственные неудачи происходят из желания жить по справедливости. Кривда не объясняет, как связан неработающий плуг со справедливостью пахаря и разваливающийся сруб со справедливостью плотника. Но он настаивает, жить по справедливости нельзя. Давай, говорит Кривда, выйдем на дорогу и спросим первых трех встречных, живут ли люди по справедливости или нет. Если не живут, я выколю тебе глаза. Выходят братья на дорогу, углубляются в лес. Встречают старого пса, который верой и правдой служил хозяину, но был выгнан со двора, как только состарился. Не живут люди по правде, констатирует пес. Встречают старого коня, который верой и правдой много лет служил хозяину, но тоже был изгнан. Да нет, в мире правды, соглашается конь. Встречают старика, работникова, изгнанного за немощь. Да нет, в жизни правды, говорит старик. И приходится правде поставлять свои глаза, под Кривден нож. Ослепленный, правда, остается один в лесу. Наступает ночь, воют дикие звери. Спасаясь от зверей, правда залезает на высокий посреди леса стоящий пенек. С высоты, правда, подслушивает разговор двух присевших отдохнуть у пня бесов. Бесы хвастаются успехами. Из бесовской похвальбы, правда, узнает, что плуг у него не пашет, потому что заколдован. И сруб заколдован, и мельница заколдована, и вся скотина его заколдована. Кривда же хозяйственным своим успехом обязана несправедливости. Бесы не причиняют ему зла только лишь постольку, поскольку он сам причиняет зло людям. И теперь его доходы вырастут только лишь за то, что Кривда выколол глаза родному брату. Однако, пробалтываются бесы, жить не по правде не обязательно. У справедливого правды хозяйство было бы ничуть не хуже, чем у несправедливого Кривды, если бы правда знал, что пахать надо крестом, и сруб надо класть крестом, и зерно в мельницу надо засыпать тоже крестом. Но, правда, говорят бесы, не может жить по правде только по собственной глупости. И страдает правда, потому что пытается жить по правде, не принимая в расчет бесов, строящих козни всякому, кто не причиняет людям страданий. Он-то ведь не знает, что бесы существуют, и у них работа такая, страдания причинять. Он даже не знает глупость, что выколотые глаза его можно исцелить, если умыться росой на лугу, начинающемся прямо вот тут, у подножия этого пня. Наступает рассвет, правда спускается с пня, умывается росой и прозревает, возвращается домой и принимается за работу. Пашет крестом, собирает невиданный урожай, кладет сруб крестом, и сруб словно сам произрастает собою, насыпает крестом зерно в мельницу, и муки выходит даже больше, чем было пшеницы. Пораженный успехами брата, Кривда отправляется в лес посидеть на столбе, и послушать бесов, и убедиться, что зло существует, и успехами своими он, Кривда, обязан тому, что потакал злу. У столба бесы его ловят и выкалывают ему глаза. Ведь бесам-то все равно страдают люди за правду или за Кривду, у них просто план по страданиям. Вот такая притча или народная сказка, как угодно смотрите. Но согласитесь, что здесь, как раз будем так говорить, в народном стиле изложено то, что сказал экклесиаст. Суета-сует, творишь ты правду или Кривду, и при этом у тебя в твоей жизни, в твоем сердце нет веры. Понимаете? То есть даже если ты творишь в своей жизни правду, и, как мы говорим, у тебя замечательная цель в твоей жизни, но вопрос, в процессе ты как, в пальто веры одеваешься, не одеваешься, да грош тебе цена. Да грош тебе цена. Даже если ты достигаешь вообще замечательных совершенно результатов. Вот, понимаете, народная мудрость. Как только мы берем, все делаем с Крестом, с Христом, с Богом, все меняется, приобретает смысл. Вообще, в народной мудрости много мудрости. Вообще, даже классики материализма ни в коей мере не умаляли роль труда в жизни человека, правда? Помните выражение Маркса? Труд из обезьяны сделал человека. Кстати, вот этих философов-материалистов в общем, так сказать, объеме всей философии всего 5%. И даже эти 5% труд не умаляют, а уж те 95% вообще рассматривают труд как смысл существования. Но очень важно помнить, когда мы говорим о труде под солнцем или труде во благо каких-то более высших ценностей. В труде именно с точки зрения Царства Небесного, да? И опять мы сказали, смотрите, в идеале, что должно быть в нашей жизни, да, в идеале, если совпадает трудовая деятельность, срабатывание денег, призвание, профессия, да, служение. Это идеал. Но с другой стороны, неважно, кем ты работаешь. Конечно. Юристом, милиционером, чернорабочим, учителем. На любом... Все, что не делаете, делайте. Как для Господа. И любая ваша профессия, любая ваша трудовая деятельность может быть и служением, и призванием, и профессией, понимаете? И приносит доход. Как мы на это смотрим? В конце концов, женщина, которая дома, которая с детьми... Сидит. Сидит. Да. Если рассматривать то, что эта женщина работает по благо, образу Божьему, который создает его семья, а она одноплоть с мужем, который зарабатывает деньги, нельзя сказать, что она денег не зарабатывает. Она обеспечивает, как сейчас говорят, ты, человеку, который зарабатывает, это их общий доход. Понимаете? То есть, опять, как мы смотрим вообще вот на эту ситуацию? Все зависит от того. Если мы будем смотреть категориями под солнцем, да. Она ничего не зарабатывает. Дохода от нее нет никакого, детей, может быть, воспитывать не так, как надо бы. Гнать таких надо в шею. Но, с другой стороны, если мы будем рассматривать ее позицию как категориями Царства Небесного, это совсем другой взгляд, правда? И тогда вся неудовлетворенность, которая у нас есть, она просто-напросто уйдет. Ну, и что делать? Вот приходят к вам такие люди с таким вопросом. Или вот у вас на группе, например. Потому что этот вопрос обычно один из самых горячих. Вот сколько мы не поднимали эту тему на наших группах, всегда самые горячие. Три совета, которые вы можете дать. Во-первых, если у вас сейчас нет удовлетворенности в том, что вы делаете, займитесь поиском. Не обязательно поиском другого места работы. Поиском реалий, в которой вы находитесь. Проанализируйте, чем вы занимаетесь. Проанализируйте реальность, свои действия. Где у вас идет сбой в этих вот составляющих понятия работы. И работать надо над этим сбоем. Второе, станьте необыкновенным среди обыкновенных. Вот работайте вы дворником, а станьте вы необыкновенным дворником. Домохозяйка, станьте вы необыкновенной домохозяйкой. У нас есть один знакомый, главврач одного из медицинских учреждений. И он говорит, вы знаете, все, кто мы окончили курс, это было несколько десятков лет назад, 20 или 30 лет назад, мы все начали свои частные кабинеты. Как раз тогда все это начиналось, частная практика, больницы свои начали открывать. И говорит, вот сейчас я смотрю на всех, с кем мы начинали бизнес. То есть я начал свой бизнес, друг мой начал свой бизнес, платные клиники. Из всех вдруг я увидел, что выжил я один. И только моя одна клиника частная существует пока. Я, говорит, стал задуматься, почему? Вроде знания у всех одинаковые. Мы друг другу пытались как-то помочь выжить в этом мире. А вот все давно уже закрылись, а у меня до сих пор существует. И говорит, однажды я понял, а потому что я налоги плачу все. И потому что я знаю, что за меня очень много людей молятся. И потому что я знаю, что у меня нет никаких черных фаз. И потому что я знаю, что я всю жизнь старался быть чистым. И перед Богом, и перед людьми. И он говорит, и это то, над чем надо мной всегда смеялись. Когда я начал, мне говорили, ты не выживешь. В нашем государстве. Это невозможно. Тебя закроют. Ты... И получилось как раз все наоборот. То есть это человек, который вот как в попритче, да, или вот по этой сказке, делал все крестом. Или с крестом. Как угодно можно здесь говорить, да. Понимаете, вот что мы... Кстати, вы знаете вот эту разницу между двумя понятиями? Профессионал своего дела и специалист в своем деле. Никогда не задумывались, что это разное определение-то. Специалистов много. Специалисты можно, ну, просто уметь и знать. А профессионал, профессионалов мало. Он умеет, знает, но еще и мудростью обладает. То есть крестом. Понимаете? Вот вещи, они вроде бы вот состыковочные, они, может быть, на первый взгляд не чувствуются. Но вы знаете, я думаю, что если вы встречаете человека-профессионала, его видно. Оно вот как-то изнутри идет. То есть этот человек-профессионал, он знает, о чем мы говорим, и мы ему верим. Там не просто умение, навыки, там что-то другое, что-то глубинное, правда? Оно ощущается, это хотим мы или не хотим. Мы знаем одного человека, который окончил Академию культуры по... Факультет философии. Факультет философии. И вот он к нам ходил на группу, и действительно, ну вот философ, да мозга костей, что называется. Ну он понимал, что ему надо кормить семью, это профессия, которая не дает денег. И он стал работать сборщиком мебели. Ну казалось бы. В одной фирме просто работал сборщиком мебели, там звонили фирмы, говорили, нам нужно там, мы купили у вас набор мебель, нужно его собрать. Он приезжал, по вызову, собирал, все это свинчивал. И он говорит, вы знаете, потрясающие возможности. Я реализую свою профессию, свое призвание. Сполна причем. Причем, говорит, что самое удивительное, мне не нужно искать людей, чтобы им свидетельствовать об истине. Они сами звонят и меня приглашают. А я, говорит, сижу, кручу, гайки. Шесть часов я закручиваю, и они меня вынуждены просто слушать. И слушают. Никуда они не денутся от меня. И вы знаете, удивительно, что через вот такую его философскую деятельность, философскую деятельность, а не сборщика мебели. Вы знаете, мы знаем уже несколько десятков человек, которые пришли к Богу. Да. Может быть, пришли к Богу больше. Мы видим их вот в церкви, в которой мы находимся. Действительно, он реализует здесь все. Ну, казалось бы, а работая сборщиком мебели, человек сумел это реализовать. Диакон церкви, проректор государственного университета. Он на своих лекциях несет людям то, что, не только то, что по программе положено. Не только материалистическое восприятие мира. Да, такие материалистические всякие вещи. Но и духовный объясняет им. И представляете, сколько людей он вывел, заставил задуматься, по крайней мере. Я уж не говорю о том, что привел на своем личном примере к осознанию того, что Бог существует. Директор городского рынка. Один из самых богатых людей города. Но когда он пришел к Господу, он пообещал. У него еще не было такого большого бизнеса. Он просто начинал развивать там. И он молитву. Был челноком, ездил. И он молитву пообещал Богу. Он сказал, вы знаете, он сказал, Господь, я 30% буду всего оставлять себе. Вот сколько бы я ни заработал. 70% я буду относить в церковь. Тебе отдаю. Церковь, поддерживать миссии. Вот что мне ляжет на сердце. Я буду жить на 30%. Этот человек вырос до директора рынка. И он действительно стал одним из богатых людей города. До конца жизни мы с ним разговариваем. Он говорит, я вот... Причем с 30% он еще платил 10%. Он купил всем детям квартиры. Он сам... Ну, понимаете, это один из богатейших людей. Но на его деньги практически мы знаем несколько миссий, которые существовали. Понимаете, то есть на любом месте, где бы ты ни был, сборщик мебели или директор рынка, или главврач частной клиники. Но главное, чтобы мы все делали крестом. Давайте вспоминать эту притчу о кривде и правде. Вот это самое главное, действительно, к чему нужно стремиться. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И что еще значит? Во-первых, искать. Во-вторых, быть необыкновенным среди обыкновенных. И третье, что нужно сделать? Иметь успех. Вместо стресса. А для этого нужно тоже такие моменты. Снизить требования к себе. Снизить. Потому что мы, по-моему, такие требования. Уже если я философ, то я должна быть обязательно деканом факультета философии. Позволить Богу руководить собой и своей деятельностью. Ну и, конечно же, молиться в начале. Каждый в трудового дня и в конце. Из-за сослуживцев. Из-за начальников. То есть, знаете, все очень просто. Казалось бы, так просто. И самое главное, все делать крестом. И иногда могут люди не понимать. Иногда могут люди смеяться. Но если мы самое главное знаем, что вот это наша с вами предрасположенность. И это то, к чему нас призывает Господь. Значит, давайте идти туда. Вот у вас лично, что выпадает из этой цепочки? Или из этого равенства? Работа – это трудовая деятельность. Плюс доход. Плюс призвание. Плюс служение. И плюс профессии. Ну и, так сказать, дополнение к этому первому вопросу. А нужно ли что-то исправить в этой цепочке? Если да, то как? Вот такой вопрос. На размышления. На размышления. И у нас с вами полчаса. На размышления и на перерыв. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...